Ну что ж, сделаем свою шею максимально подвижной и научим ее сгибаться эффективно. Сегодня на уроке мы с вами будем выполнять упражнение, которое дает Розенберг для коррекции блуждающего нерва, для возможности раскрыть поперечные отростки шеи. Напоминаю, что зона комфорта – это ваша безопасность, зона комфорта – это точка вашего роста, и обязательно условия, фокус внимания в ощущениях, что происходит с телом в тот или иной момент. Итак, мы с вами выполним упражнение, когда мы будем опираться на четвереньки и делать боковое сгибание, направляя ухо к плечу. Воспользуемся двумя вариантами движения глаз. Если вы не знаете, что это за варианты, переходите на предыдущие уроки и пробуйте освоить. Напоминаю, что с поперечными отростками начинайте работать после того, как вы научились более-менее ощущать и управлять трапециевидной и грудинно-ключично-сосовидными мышцами. Итак, базовое исходное положение. Мы становимся на четвереньки, кисти под плечами, колени под тазобедренными суставами. Вам комфортно? Если не комфортно, не делайте это упражнение, начните с предыдущих и всегда помните о том, что обучаемся и получаем эффект мы только в зоне комфорта. Итак, ощущаем свое тело, подбородок слегка направляем к груди и сделайте небольшое движение. Приподнимите голову немножко вверх, немножко вниз и как вам кажется, где будет ваша голова и шея продолжением вашего грудного отдела. То есть поищите это ощущение для себя. Не важно, что оно может быть еще не идеальное, а то, которое вам кажется, что да, это ровно. Почувствуйте обязательное условие, длинная затылочная область, чтобы не произошло укорочение этой линии. И делаем следующее действие. Глаза переводим влево, рисуем дугу вниз и направляем левое ухо к левому плечу, а правое ухо вверх от правого плеча. Зафиксируйте это положение, почувствуйте дугу, которая образовал наш позвоночник, почувствуйте такой искусственно созданный С-образный сколиоз. Медленно возвращаем глаза в сторону и смотрим перед собой на коврик. Еще разочек, медленно взгляд в сторону влево в данном случае, вниз дуга. Опускаем, делаем ощущение изменения положения тела, опора не должна измениться. Мягко возвращаемся. Отлично. И делаем более сложный вариант, но более амплитудный. Глаза уводим вправо, вверх рисуем движение по дуге вверх. И опускаем плечо в сторону уха. Не двигайте плечом к уху, не нужно на сне соревнования. Почувствуйте раскрытие позвонков шейных поперечных отростков справа и их сжатие слева. Вам комфортно? Ответьте себе на этот вопрос. Если нет, уменьшайте амплитуду. Возвращаемся. И еще разочек, медленно. Глаза вправо, по дуге вверх. Все в зоне комфорта. Можем дождаться вегетативную реакцию. У меня опять это да вздох. Медленно вернули. Отлично. Из этого положения поворот головы в одну сторону, поворот головы в другую сторону. В чем разница? Мягко разогнуть шейный отдел, медленно согнуть. И ощущения от затылка до лопатки и плеча. В чем разница, как вы ощущаете их? И заканчиваем это движение. Почему я часто рекомендую выполнять упражнения только на одну половинку, на одну сторону, чтобы вы развивали качество ощущать разницу. То есть уже сам момент, когда вы ощущаете разницу, вы как раз учитесь ощущать свое собственное тело. Это комфортно, это легко, это позволяет осознать, оказывается, какое большое влияние оказывают движения, если они выполнены с вниманием, с ощущением, медленно в зоне комфорта, и как легко можно восстанавливать свое тело. Пробуйте, следующий урок будет базовое, основное движение Розенберга, и используйте эти техники для того, чтобы почувствовать себя лучше и комфортнее. Встретимся на следующем уроке.